всем привет добро пожаловать на четвертые поселки сегодня у нас в гостях илья петрушкевич привет расскажи в двух словах о себе кто ты откуда ты чем занимаешься как было уже сказано сам я из далекого города города мазаре понаехавший в польшу в данный момент работаю стил инженером в аутсорсинговой компании atos польша здесь по месту ну и не так давно получил все и чему безмерно рад вот началось это все далеком 2008 году когда я только устроился на свою первую работу системным инженером и тем администратором и у меня в сети внезапно образовался какой-то какая-то грязь которая слала много-много ddp пакетов в интернет ну и гуглинг в интернете показал что устройство компании циски позволяет и позволяют это решить при помощи netflow но тогда у меня циски не было был только длинг но это показалось сказать интересной новостью и исходя из этого я дальше начал свое саморазвитие уже в сторону циски дальше пошла моя трудовая история с 2008 до 2008 года почти 10 лет уже да пара пердума ты осторожнее тут работаю я как-то вот до этого ты сдавал какие-то сертификации то есть как как ты к экзамену приходил постепенно ccna и ccnp до сдал постепенно причем между ccnp и cci прошло порядка порядка шести лет вот так уж получилось что сначала когда сдал ccnprs я честно говоря не знал чем мне дальше заниматься и я сменил работу и начал заниматься security вот то есть там асы и вопены и проще вот эту безопасная тема вот начал к этому готовиться но потом произошли перемены я сменил место работы переехал в польшу и тут начал немножко другим заниматься ну и так уж получилось что вот она растянулась периоде но зато подготовка к cc и секу я готовился к security за 1 потому что уровень знаний дающиеся на этом уровне очень высок и нет мне это помогло очень сильно при подготовке в си 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 рс опять же для меня не было сложным и страшным все айпи сейки проще вот эта вот тема другие кандидаты очень боятся костов ну да это одна обычно из тех тем которые все не любят а когда Сдавал ты CCIE? Сколько уже прошло? CCIE Сдал неделю назад. Ага, неделю всего. Что-то уже потерялась в чатах. А номер скажи? Хвастайся. 56350 Номер. Сдавал я Labu в Дубае, потому что логично, что из нашей Европы ближе всего либо Брюссель, либо Дубае, но я так решил, что в Брюссель я смогу выбраться хоть завтра. Это не проблема, купить билет на самолет и улететь. А в Дубае, конечно, история будет тянуться дольше. Визу надо и подгадать с билетом на лоукосты и с отелем, и это будет сложнее. Ну и плюс, как ни крути, год подготовки он вымотал и захотелось заодно и немножко отдохнуть, позагорать на пляже и заодно посмотреть архитектуру. Собственно, Дубае Эмират, потому что это совсем другой мир, можно сравнивать с тем, что я вижу вокруг. Другой мир. И уже побывав там, я, честно говоря, не жалею, мне там очень понравилось. Ну, как в плане туриста понравилось. Конечно, жить там это одна, это другой разговор, но посмотреть интересно. Ты как вообще был в состоянии после этого или до этого архитектуры что смотреть? Или ты после отдыхал, еще после экзамена? Ты знаешь, у меня перед самим экзаменом у меня была такая плотная подготовка, ну, на самом деле, нужно было перевешивать и фулл-скейлы, и пробл-шуты, которые доступны в онлайне, что у меня просто последние два дня вообще не было никакого желания смотреть, повторять что-либо. То есть я приехал туда, я приехал во вторник вечером, в 10 вечера, и у меня экзамен был в четверг. Я просто в среду я находился в отеле, мне было абсолютно не до занятий, потому что, ну, тошнило, да. И последние две недели подготовки они приводили к тому, что у меня и руки болели, и пятая точка болела сидеть, и голова болела. Когда вот просыпаешься утром, а голова болит, это показатель. А накануне ты еще и не пил, это показатель вдвойне. Так что в среду, в среду перед экзаменом я повторил немножко, пробежался глазами по ОЦГ, пришел сертификейшн гайда, пошел гулять. А после самой лабы пришел в отель, покушал, перекусил, ну и, собственно, дальше пошел гулять, потому что почему время терять за заря, когда особенно оно ограничено нахождением. Как ты вообще до такого докатился, чего решил CCIE сдавать? Губы и нет. Не, ну, хороший ответ, подробный. Потому что, как ни крути, но тот уровень знаний, который дается на CCIE, при подготовке к CCIE, он гораздо заметно выше, чем на CCIE, CCNP, ну, по объективной причине. А потом, ну, честно говоря, когда я начал готовиться, я не думал, что я прям сразу издавать буду. Думаю, ну, ладно, посмотрю, как будет процесс эти, как буду себя чувствовать. Ну, а потом уже решил, раз уже я такой крутой, если я готов и чувствую себя, ну, не на 100%, на 100% никто, наверное, себя может не чувствовать. Вот. Ну, на достаточно высоком уровне, ну, и решил сдаваться. Решил попробовать, насколько хватит на их сил сдача, потому что это, конечно, это большой экзамен, очень серьезный экзамен, который показывает все подмоготную и показывает, к чему я все-таки подготовился, к чему пришел. Ну, и так получилось, что с первого раза сдал. Вот. Причем, ну, так, забегая тоже вперед, наверное, ты об этом будешь спрашивать, из того, что происходило на экзамене, у меня было два человека со мной сдавало, причем четвертый не пришел, Ахмед, он решил проигнорировать деньги потраченные на экзамен. Со мной сдавало два человека, один ДЦ, один РС, и вот этот второй человек, который сдавал РС, он сдавал четвертый раз уже. Вот. И судя, потому как мы с ним, да, разговорились. Страшно. Да, да. Мы с ним разговорились потом, он был не совсем уверен, что он сдал. Вот. То есть, ну... Я не представляю, ты приходишь, и ты человек говорит, типа, чувак, ты первый раз, да, ну, типа, удачи тебе, понимаешь, что шансов нет. мы разговаривали уже после, потому что там, само собой, с утра, когда туда приходишь, нервы зашкаливают. Не знаю, я не тот человек, который решает проблемы нервы разговором. Ну, просто сидел, тупил, в потолок смотрел, рассматривал, что там, по логе у ЦИСКи, на первом этаже. Ну, потом, когда уже зашли, когда уже, собственно, прорешали все, выходим, выходили, тогда уже и разговорили с ним. Вот. И причем он, он был не уверен в том, что он сдал, потому что он сказал, он времени потратил в ТОБОШЕСКЦИИ на одно задание достаточно много, и он не уверен, что он его решил. Не представляю, честно, как это, эти четвертый раз сдавать, это... Сила воли должна быть большая. Да. Надо этого, кто же кто-то финансировал, и надо очень хотеть. Да, 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 потому что, если бы, ну, я так уже думаю, если бы я не сдал первый раз, то, конечно, это, во-первых, по самолюбию ударило бы сильно. Ну, можно, конечно, оправдывать, что с первого раза никто не сдает, и сдают же. Вот. Но это отбросило бы в моральном плане назад. Пришлось бы трудно, конечно, заново начинать. Но как думаешь, ты бы сдавал второй раз, если бы не сдал? Ну, не сразу бы. Я бы, наверное, психанул. Ну, куда же без психи? Психанул, потом заново бы прошел, разрешал бы несколько full scale lab новых, пытался бы в интернете найти, проанализировал бы ошибки, ну, там же, не ошибаюсь, после экзамена, если фейл, то Cisco присылает какой-то output. там, опять же, в зависимости от результата, от твоего фейла, посмотрел бы, где у меня конкретно проблемы, ну, и дальше бы уделил, наверное, вот этой секции, так как память еще все-таки была свежа, что именно встретилась у меня, по крайней мере, на лабе. И я бы, наверное, уделил больше внимания этим вопросам. Смотрел, что, как их настраивать. А ты вообще, с точки зрения, ну, скажем так, работы, поиска работы, рассчитывал как-то на CCI в этом плане? Ну, скажем так, что этот сертификат даст какие-то бонусы на работе, либо в поиске работы? Наверное, больше второе, потому что там, где я работаю, есть такое поверье о том, что гораздо проще получить повышение промоушн по зарплате, только если ты ушел из компании и вернулся назад. То есть, в процессе переговоров на новую должность ты можешь просить новую зарплату и уже исходить из своего уровня. Вот. Но я очень надеюсь, что это не мой случай. Вот. И надеюсь, что мой нынешний начальник поймет, что CCIE на дороге не валяются. Если CCIE уйдет, то компания от этого хорошо точно не будет. Хотя, по большому счету, вот опять же, исходя из опыта, реально очень мало задач, требующих уровней CCIE. Бытовуха, которая происходит, вот, по крайней мере, у меня в моей группе, она требует достаточно средних уровней, среднего уровня знаний. Только очень редких, там, раз в пару месяцев бывают кейсы, так уж получилось, что, наверное, они больше ко мне приходят, что требуется прям больших, больших, очень широких знаний, желательно даже во всем. И road switching, и кое-где SP, и security. Вот, и... А ты сервис-провайдер темы как-то тоже отдельно прокачиваешь как security? Ну, я имею в виду, что не только в рамках CCIE, а еще выше копал. Ты знаешь, только в рамках CCIE RS, но вот сейчас, после сдачи лаба, я хочу попробовать немножко тоже расширить свой кругозор, как MPS, SP-шная тема, так и попробовать DC. Ну, вот, в моем оборудовании нету, к сожалению, но, да, хотел бы расширить и это направление. На всякий случай, давай сейчас перейдем к экзамену, скажешь, на всякий случай, какие сейчас там секции и в двух словах каждый из чего состоит, мало ли, когда будет слушать потомки. Да, потомки. На самом деле, особый экзамен не поменялся, выходя из того, что рассказывал Роман, Саша, Дима, а, хотя, по сравнению с Сашей, да, поменялось. Саша сдавал на четвертой версии, мы сдавали на пятой. Все те же troubleshoot, диагностика и конфигурация. Troubleshoot, вот, хоть убей, я не помню, сколько на troubleshoot. Troubleshoot и на конфигу сколько времени уделялось. Я не помню, это было самое последнее, на что я смотрел. Ну, диагностика полчаса, причем с диагностикой там был у меня отдельный пока, там получается в моем случае было два больших кейса с подкейсами и я, а я из-за нервов, наверное, про этот момент забыл и такой сижу, решаю первый кейс, он у меня много времени на самом деле занял порядка 16-18 минут и я такой помню, что, ну, я вроде решил все подвопросы, которые в нем находились и помню, что эту диагностику закончить нельзя, нужно просто ждать и до конца остается там порядка 5-6 минут, я лениво скроллю эту страничку и доскролливаю до верха и вижу, что сверху, справа, в верхнем углу 1-2, то есть я решил первый кейс только и там еще где-то впереди второй, а у меня осталось 6 минут, это тот уровень адреналина, адреналина, нервов, который у меня в эту секунду вспыхнуло, это не передать, ну, конечно, слава богу, что второй кейс касался моей любимой технологии одной и в принципе мне удалось его решить быстро, но, конечно, это просто было что-то с чем-то я такого давно не ощущал. Резкой вспышки давления, нервов и прочего-прочего. Хорошо, что 6 минут осталось, да. Да. Не пару, да. Потому что, ну, реально я бы, ну, конечно, наверное, в ряду не будет слушать компания Циска, я бы вот этот вот 1-2 позицию, подпозицию вопроса, я бы компоновал, показывал вместе со временем, потому что они находятся в двух разных местах на странице. Время слева находится, посерединке, оно как бы плавающее, оно показывает, ты скролишь, и оно тоже скролится временем. вопрос справа-сверху, и он, я его не сразу заметил, я уже рассказал. Вот. Так что вот, может, это, конечно, дополнительный элемент введения в заблуждение, который пользуется в течение всей этой лабораторной заблуждения, неожиданности, но он чуть не сыграл свою плохую роль. А вообще такая информация была, допустим, в описании экзамена, да, там что, там на диаге было два тикета или сколько-то, или это... Я не смотрел, я не смотрел, я решил не тратить все время, потому что, ну, толку читать, толку читать how to, мануалы, да, мы же все люди из стран СНГ, и мы не любим читать мануалы до того, как начать пользоваться устройством. А, то есть ты бы на второй заход почитал бы, да? Да, да, я потом уже, когда под конец у меня все сделалось, а, ну да, во-первых, на второй попытке я бы точно посчитал, потому что мало ли, ну и потом, когда я уже, собственно, сделала конфигу, у меня осталось порядка 20 минут, я уже проверил все и начал смотреть, что же там расписывается, какие там ограничения, правила и так далее, мало ли, что-то тоже придется резко менять. Мало ли, вдруг придется половину переделать. Да, да, я же не ищу легких путей. А как тебе вообще по ощущениям, какой раздел был самый сложный? Диагностика. Из-за того, что забыл второе задание? Нет, просто вот первый тикет, он был достаточно сложным и не совсем очевидным для меня, что там, в чем там проблема. конечно, я не буду говорить подробностей, все детали, потому что не хочется завтра получить письмо с информацией об отмене сертификации, но траблшут как-то сконфигован привычнее, по крайней мере, в моей daily basis job в обязанностях я с этим сталкиваюсь так или иначе каждый день и к этому я привык. А диагностика, конечно, она и до, и в процессе подготовки для меня был черным ящиком и в самом экзамене. Было не самым очевидным, не самым понятным, самой понятной секцией. Как я уже сказал, слава богу, что я ее сдал и у меня придется второй раз пробовать. А вот учитывая то, как обычно писали про первенадцатую версию, сколько там заданий на конфигурации, как вообще впритык все было по конфигурации сделать все задания или было еще время перепроверить все и так далее? У меня было время перепроверить, потому что так или иначе я в интернете находил Fullscale Lab которые доступны и решал их по нескольку раз. В этом случае я у меня была проблема с тем, что я не помнил наизусть команды все, а так как рекомендация использовать блокнот для повышения скорости, то, конечно, и команда требовалась знать хотя бы на 80-90% и я решал по несколько раз чтобы отработать мышечную память пальцев и заодно закрепить набор технологий используемых обычно вместе. Ну, если это кора, то используется протокол маршизации А, к нему идет протокол Б и протокол С. Вот обычно для коры это всегда. К примеру, SPF, NPLS, BGP. И примерно понимаешь, что если ты хочешь оптимизировать что-то, и ты явно видишь, что это кора, то тебе нужно смотреть еще и в будущие секции. Ты параллельно не размазываешь свою конфигурацию во времени, а оптимизируешь ее. И это, безусловно, тоже помогает. А как там со временем, допустим, были у тебя какие-то там такие темы мелкие всякие серии по сервисам, что надо было пользоваться документацией и, собственно, если были, было ли время на документацию? Да, был кейс один в конфиге, где мне нужно было настроить кое-что. И пришлось смотреть в конфигу, в фигурation гайд, но я же посмотрел заранее уроки от Айни и там сказали, что мастер индекс будет. И я такой, хорошо, мастер индекс будет, и вроде как нашел, где он находится, это было месяца 4 назад, 3-4 назад, а на основном экзамене, а где мастер индекс? А нет, у мастера индекса, я его не нашел. Вот, но пришлось залазить в настройки в саппорт по операционной системе и там уже искать слепую. Ну, то есть, имеешь в виду, что документация была, просто именно самого этого индекса не было? Да, да, либо, мне нужно было просто заранее освежить в памяти, где он находится, потому что, как это бывает, указатель есть вроде как в голове на какую-то ячейку памяти, ты вроде как видишь этот указатель, но куда он ведет, это уже вопрос второй, зачастую вот эта ячейка уже перезаписана другим, а у тебя, ты помнишь, что да, я знаю, где мастер-мастер-индекс есть и он что будет на экзамене. Нужно также перезаписывать, пересматривать ту информацию, которую ты использовал при обучении. А как, допустим, вопросы ты проктору задавал? Как вообще проктор был? Проктор вообще мужик клевый был. Индус, во-первых, он нам дал дополнительное время, ну, как сказать, не дал дополнительное время, он сказал, что во время обеда вы можете покушать очень быстро и использовать это время как экстра. Вот, это, ну, я не знаю, конечно, что касается других прокторов в других локациях, может, там, также, но я был, честно говоря, удивлен, он не сказал, вот, у вас там полчаса, и вы должны эти полчаса провести вот в этой комнате, кушая, разговаривая на английском языке. вот, плюс я к нему подходил по двум вопросам, первый вопрос был связан с тем, что на одном свече я увидел вот этот memory location ошибку, которая достаточно популярна у нас при эмуляции в Unit Lab либо в Genesia, вот, я ему сказал, что, мол, я с этим встречался и рекомендуется перезагружать, он сказал, ну, окей, можешь перезагрузить, там, сказал, что можно через устройство зайти в список устройств и сделать релоад, я туда зашел, увидел, что для меня, я не хочу все-таки делать этого, потому что, мало ли, я достаточно много с циской работаю и ошибки могут быть, происходить даже в тех событиях, где они не должны, то есть, мало ли, перезагружу я устройство и просто время потрачу, а доступ потеряю, вот, и плюс у меня еще был вопрос с балансировкой, что балансировка была немножко не так, ну, то есть, для каждого хопа в трассировке был иной порядок хопа, вот, я спросил, он сказал, неважно, главное, чтобы аутпут в большей степени повторял тот, который требуется на экзамене, ну, в самом задании, я не обманул, раздал, что? я говорю, не обманул, раздал, да, да, ну, и, опять же, я не знаю, как в других локациях, слава богу, что у нас не было такого мужика с каменным лицом, который говорил, это ваши проблемы, разбирайтесь как хотите, ну, да, то есть, то, что ты читала, явно отличается, бывают всякие, а расскажи, у тебя какой-то там был, например, подход к экзамену, там, я не знаю, порядок какого-то, задание планировал делать, или там, как-то группировать технологии и так далее? По большому счету, я шел по заданиям, но, там, потому что, как уже говорил Дима, есть задания, разделены на несколько секций, два или три, VPN-ы и прочие сервисные фичи. Вот, L2 я делал последовательным, потому что там очень много чего требует, и очень можно легко при сверхкомпоновке потеряться. Очень много различных пунктов там указано. вот, ну а уже для L3, да, я компоновал, я заглядывал в впереди идущее задание, кстати, такой небольшой лайфхак, на экзамене можно задание указать, получать, как отдельная секция, то есть, задание отдельно для секции 2, L2, либо отдельно для секции 3. Так, можно сразу получить весь список вопросов вместе с всеми диаграммами. В этом случае ты можешь быстро проскролить наверх, либо вниз и посмотреть, что от тебя хотят. Ну и да, конечно, я в процессе подготовки использую вот эти фулл скейлы, которые доступны. Вид вопросов, а также формулировка, плюс ограничения были, был не совсем, не совсем рад. Ну, в плане, как у Айни там было рекомендации не использовать там, допустим, статику. А потом какой-то из фулл скейла они это используют. То есть нету никакого соответствия требованиям и решению. Но в экзамене УЦИСКе я был очень рад тому, как, опять же, вопросы формулированы, что нету и что нету вот не возникает вопроса от чего так, если это нельзя. Более-менее все соответствует тому, какие ограничения. Да, 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 и опять же повторюсь, мне очень понравилось как у сформулированных заданий. То есть двояко трактовать их можно ну, при очень большом желании. так сразу примерно понятно, что от тебя хотят. Ну, и уже начинаешь в блокнот забивать сразу же конфигурацию. Ты тоже все через блокнот делал? Да, 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 да. И у меня потом в конце конфигурации у меня в блокнот занимал достаточно большой объем. Я посмотрел там, по-моему, а не скажу, сколько килобайт он занимал. Мало ли, вдруг это тоже информация странная? Вдруг все будут тренироваться ровно столько написать. Все верно. Ну, помню, что были разговоры, помните, в том числе и про клавиатуру, мониторы. От этого какие-то там были нюансы, дискомфорт от того, какие клавиатуры, мониторы и так далее? Было два монитора 24-дюймовых клавиатуры с мышкой были дешевые белловские. Я могу сказать дешевые, не дешевые, но неудобные. Мыша была дешевая сразу. Мне она очень не понравилась и так как у меня я достаточно много в своем возрасте провел временем с компьютерными играми, то для меня вопрос мыши очень критичен. И я вот все эти 8 часов я страдал вместе с мышкой. К клавиатуре быстро привык, клавиатура много особо проблем не вызывает, но вот мыша. И плюс расположение лабораторной в Брюсселе также налагал определенный лаг. То есть в итоге, чтобы скопировать конфигурацию из блокнота, я мышой не пользовался. Я быстро кликал на блокнот и уже потом клавиатурой находил нужную секцию кода, копировал и уже потом вставлял ее. Используя мышку? Используя мышку. Что? Нет, ничего, ничего. Я хотела сказать, что порекомендовали тогда клавиатуру покупать такая, как на экзамене, а тут рекомендация купить дешевую мышку и страдать перед экзаменом. Да, да. Реально, на мой взгляд, это самое правильное дело, купить самый дешевый набор клавиатуры мышки. Причем мышка там не эргономичная, не вытянутая, а она зад у нее обрублен. То есть, тоже не на всякую руку подойдет. Есть же руки маленькие, средние, большие. Вот на большое оно точно не подходит. Вот. Ну и, собственно, вот да, лаба находилась у нас в Брюсселе. Это тоже налагало определенные нюансы на отклик. Ну, я, по большому счету, достаточно быстро, легко можно привыкнуть к этим условиям. Ну, для меня вопрос мышки, конечно, был и был тогда не самым хорошим. Мышка не понравилась. А вот если в целом, например, ну, скажем так, вот взять сейчас там, собственно, для этого и разговариваем, да, дать советы именно не по подготовке, а именно с точки зрения экзамена, да, какие, на какие вещи учитывая, да, то, что мы обсуждали, там, в каком-то порядке делать задание. Ну, то есть, понятно, что мы сейчас говорим там не конкретно про твой экзамен, а в целом, да, допустим, исходя, скажем так, уже из опыта, что вот какая тактика у тебя была и вот очевидно она сработала с точки зрения экзамена. С точки зрения экзамена, во-первых, не волноваться. Паника, она к добру не приведет, она даст излишний адреналин, но не даст дополнительного IQ или еще чего-то. Решать, решать, как, но опять же, это вопрос последовательности решения, он очень индивидуален, его нужно самому чувствовать. Если, ну, к примеру, можно использовать те же полские лабы, которые доступны и в уличном доступе, и уже из этого планировать свою последовательность решения. но, опять же, как ты не готовься, ты на 100% к экзамену готов не будешь. Там совсем другие условия. Когда ты сидишь дома, уютненько, там, чай пьешь и так далее. Там все немножко быстро. А, да, еще, кстати, к экзамену я читал как-то в скайп-группе и сделал так же. Советую на экзамен взять с собой кофту. Там кондиционеры работают и хотя два часа мне стало холодно. и я поблагодарил себя за то, что у меня кофта есть. Я ее достал, надел и вполне себе довольна сидел оставшуюся время. Ну, опять же, это может есть разные люди, которые наоборот радуются 18 градусам. это я, это я. Мне было бы комфортно там. Да, когда, опять же, когда нервы в совокупности вместе с холодом это просто гремучая смесь. То есть, трясет это в это. Да, 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 да. Ну, как обычно бывает, самый, самый большой страх это перед экзаменом. А в данном случае еще и перед разными секциями. Перед тремя секциями страх он хорошо накатывает. У меня конфигия отпустила где-то спустя часа полтора. Полноценно пальцы перестали трястись. Отпустила спустя часа полтора ну и уже спокойно купил такой спокойный ритм, когда читаешь задание и параллельно с этим уже в голове себе рисуешь конфигурацию. Блоками. И остается просто перенести то, что у тебя в голове в текстовый файл. Ну и потом скопипастить это все на устройство. Да, конечно, еще нюанс. Кто-то кто-то возможно делает конфигурацию каждого устройства отдельно. Ну, я не так. Я делал общую конфигурацию и потом просто менял. Например, для успеха роутер-ид я менял для каждого устройства отдельно. не клонируя эту конфигурацию как отдельные секции в блокноте. Ну, в общем, да. Блокнот уже в который раз главный инструмент жить с блокнотом все последние месяцы. Да, потому что, ну, если настраивать только из консоли, то времени не хватит. Объективно не хватит времени. Ты потому что, если настраивать тот же layer 3 и от тебя требуют настраивать успех в определенном режиме, то ты просто очень много времени потратишь на переключение, допустим, на нужные интерфейсы, либо на нужный роутинг-процесс. А так проще все это делать в блокноте и настраивать. Либо как другой вариант сделать это через консоль на одном устройстве, потом уже копипастой в блокнот переносить. Ну, это, конечно, тоже самое оптимальное решение. Но самое оптимальное решение это набивать мышечную память в решении при решении однотипных одних и тех же пуллскейлов, потому что они дают очень много. не в плане новых задач, а в плане запоминания команд, последовательности команд, как оно идет, какой синтаксис у них. Вот это. по твоим ощущениям вот так и есть, что процентов 95 надо знать наизусть, чтобы не задумываться. Да, да. Ну, конечно, если ты команду неправильно написал, то ты увидишь, что циска ругнулась на это при копипасте. И сразу же можно в процессе реального времени, в режиме реального времени, изменить текстовый файл команду на правильную. У меня такое было пару раз. Слава богу, я заметил это, потому что я решил соптимизировать и так написал достаточно большой кусок и достаточно большой кусок конфиги и при циска при вводе какой-то конфигурации она обычно говорит и что она там сделала то-то либо warning message тебе возвращают. И получилось, что я скопипастил не маленький кусок и это все наложилось с output от циски от циска устройства. И я там хорошо, что увидел, что одна команда у меня неправильна. Сразу же и поменял ее. Хорошо, давай тогда, наверное, к подготовке потихоньку переходить. А сколько ты вообще в сумме готовился к CC? К RSO я готовился сразу с начала старта проекта CC link me up. Так уж получилось, что я не попал в основную группу и я на самом деле даже этому рад, потому что я не был привязан к какому-то ритму сам выбирать, что и как не решать. Начал я с 1 апреля прошлого года. ты просто так совпал или как-то проект повлиял? Нет, даже не так. Да, повлиял, конечно, проект, просто до этого я на предыдущем месте работы работал с дата-центровыми устройствами и я смотрел, готовился в плавающем режиме никуда не спешащем к CC EDC, видеоуроки от Айни и внезапно увидел рекламку о том, что на линкмапе начинается проект. Такого рода подался, не прошел, успешно не прошел. Ну и начал потом, собственно, готовиться, потому что вопрос комьюнити, конечно, у нас не критичен, когда в том же Slack'е можно увидеть вопросы, которых у тебя сразу ответа нету, но потом при совместном поиске почему это так, а не иначе, это дополнительно откладывается в голову. Вот, начал я с 1 апреля, шел совместно с группой где-то до ноября. А, то есть ты все-таки делал, да, задание? Да, делал задание, но я был очень ленивым, я не делал эссе, ну не знаю, не радовало. Это лично мое мнение. я не был рад писать своим русским языком что-то английским, писая ничего, мне гораздо проще было заносить то, что я изучил в OneNote. За что отдельное спасибо Диме, то, что я показал. Ну, наверное, по сути, то же самое, что Эмиль задумывал эссе, просто, да, в своем формате. Отдельное спасибо Диме, за то, что он в свое время при своей подготовке показал, что в OneNote это может выглядеть очень круто. Вот, я это взял на вооружение, начал туда заносить вот то, что я встретил так или иначе, то забыть. Вот, шел вместе с группой до ноября, потом в ноябре я начал к Вритону готовиться, читая о Official Certification Guide вместе с Блюпринтом. на самом деле, для меня ОЦГ был более, чем достаточен. В итоге, я и Вритон сдал в декабре, ну, и после этого начал готовиться к лагу. Ушая кучу фуллскейлов, советую для подготовки к Траблшут-секции просмотреть курс Айри Advanced Troubleshooting. Там достаточно подробно расписывается достаточно много заданий, у которых можно наталкиваться. Которые также в процессе решения которых ты нарабатываешь какой-то скилл. Что у тебя не работает, где не работает, как проверять. И, опять же, подтвердить Димину фразу о том, что через траблшут можно очень так же неплохо поднять свой уровень знаний и технологий. Выпуск подкаста проплачен Айни и OneNote. Да. Надо будет потом к ним еще послать. А как вообще, скажем так, фуллскейл лавы насколько подготовили к экзамену? То есть вполне плюс-минус сюрпризов не было? Да, вполне плюс-минус сюрпризов не было, потому что, опять же, инструментарий, который ты используешь, он статичен, он один и тот же. Просто меняется последовательность. То есть делаешь одно, потом другое, а в другой лабе ты делаешь другое, потом одно. То есть, но в любом случае ты используешь одни и те же инструменты. Те же L3 протоколы, те же L2 протоколы, тот же VPN, что IPsec, что а еще хотелось спросить, вот ты участвовал частично в сей за год, и интересно просто, насколько тебе легла вот эта система интервального обучения, что темы так постоянно чередовались и постоянно в цикле две недели были разные. да, идея очень хорошая, идея очень хорошая, я следовал ее с им, но потом я перешел к своей, своему обучению, когда я сам начал продолжать учатся, я начал более глубоко влазить в тему головой, и вот, допустим, мультикасс сегодня был, я занимаюсь, допустим, мультикассом две недели, плотно очень на нем зависаю, и вот, доходя до какого-то этапа, когда, ну понимаешь, дальше тоже можно копать, 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 и на это времени уйдет очень много, а это возможно, это и не требуется на роутсвеща, я заканчивал с мультикассом и приступал к другой теме, и спустя две-три недели, когда я закончил от метода окончания изучения мультикаста, я возвращался к лабе, то есть, я решал те же лабы, которые и в процессе изучения мультикаста, и если второе решение лабораторных не вызывало вопроса, у меня все начинало работать сразу же, значит, тема хорошо закреплена, то есть, нету такого, что здесь не хватает, допустим, для dmvpn-а нету на интерфейсах nbma, который при определенных сценариях очень может помочь, и если в процессе повторения лабораторной у меня вопрос возникал, значит, тема закреплена хорошо, но опять же, потом я к ней возвращался в пулл-скейлах, и это тоже показывало, было некоторым индикатором, стоит ли что-то повторить. А сколько ты... Ну, вообще, идея интервального повторения, она очень, конечно, клевая, потому что за раз, особенно если технология новая, ты за раз все-все-все не сможешь вынять в себя, и особенно если технология новая для тебя впервые. Я в свое время начал, при подготовке начал изучать MPS, мультикаст, и, конечно, за раз все нюансы вряд ли можно в себя... за раз можно вряд ли это все понять. и поэтому необходимо возвращаться назад, 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 правильно ли я понял, правильно ли здесь описано, нужно ли что-то еще дополнительное прочитать, какие-то вопросы возникали. Ну, мне кажется, что ты еще описываешь, тут такой фактор важный, какая-то самокритичность, именно самооценка реальная. Да, да, нужно быть объективным перед самим собой. Действительно ли ты знаешь эту технологию, как ты считаешь, потому что, опять же, ну, можно, да, можно завышать свои результаты, но в конечном итоге, если ты поднешь давать лабу, то ты потеряешь свои же деньги, в свое же время и свои же нервы в процессе подготовки, и плюс после того, как ты получил результат, если ты получишь фейл, то у тебя руки опустятся. Зачем это делать, если изначально можно более здраво подойти к вопросу. А сколько ты, получается, вот за этот год в среднем часов в день занимался? Ну, или, может, в неделю, как тебе удобно? Вечер, в будние дни, все вечера, все вечера, плюс, если в течение рабочего времени у меня было время, у меня ютлаб работал постоянно, если у меня было свободное время, я мог себе позволить подключиться, порешать, что-то я это делал. Ну, и в выходные дни старался все, 8 часов в день, потому что больше 8 часов трудно физически, можно и переработаться. Вот так вот. Получается, 3 часа, стабильно, 3 часа в будний день и 8 часов в выходные. Причем, в выходные, опять же, нужно не забывать и подниматься, и есть, готовить, и делать какие-то прогулки, потому что без энергетической подпитки далеко не уйдешь. Можно, да, можно зависать за конфигой и делать это 24 часа на протяжении долгого времени, но потом ты просто обессиленно упадешь и тебе этого не будет хотеться. А ты, по сути, готовился как бы один и, в общем-то, решился на все это один? Ну да, ну как, по сути, готовился я не один. Слава Богу, было комьюнити, и с флака я далеко не уходил, и читал, и смотрел, и где-то старался отвечать с переменным успехом. Вот, но сдавать, да, один. Ну, я имею в виду, про комьюнити как раз тоже сейчас хочу спросить, то есть, как бы, в принципе, я имею в виду, там не так, что бывает с друзьями, как вам Саша Клиппер рассказывал, они втроем решили взять это. Сдать. А кроме СССР, и за год каких-то еще говорил, что там в Скайпе какой-то комьюнити ты участвовал? Да, да, в Скайпе есть очень много групп, в которых обсуждаются вопросы при подготовке. То тоже, конечно, большинство из них мало, мало пользы принесло, там процентов, может, 10 пользы мне принесло, но за счет массовости, за счет большого количества скайп-групп можно из каждой выносить что-то свое интересное. Где-то кто-то задал вопрос интересный, другой ответил и галочку себе делаешь, что ага, это стоит запомнить, ну и заносишь это куда-нибудь, информацию об этом. Ну, может быть, да, если ты какие-то там вспоминаешь, пока не забылось, я думаю, что тем, кто готовится, тоже будет интересно, потому что тоже, я думаю, не все знают про все источники, где можно с этой темой пообщаться, потусить. Ну, не обязательно сейчас хотя бы просто выложить ссылки, потому что, ну, скажем так, я помню, Дима своей говорил какие-то группы, про скайп-группы, честно говоря, я, по крайней мере, не слышала еще про этого. Ты знаешь, есть часть скайп-групп, из которых я, в которых я был, я езду их сразу после экзамена вышел, потому что там достаточно большая активность, причем не по теме. И когда открываешь по планшете скайпа, у тебя там напротив скайп-группы А 300 сообщений, и не хочется, чтобы она еще отвлекала, особенно, когда экзамен уже сдал, и тебя это уже не касается, с таким обличением начинаешь выходить из этих всех скайп-групп, то вот да. То есть, опять же, это как поиск золота. Ты можешь долго, долго копать песок, искать крупинки, но информация полезна там крупинке. Нужно просто использовать, искать большое количество скайп-групп, подписываться на них и мониторить. Это, скажем так, не очень легко. То есть, это тоже время затратно прочитать на каждой скайп-группе по 300-400 сообщений, причем и отсортировать еще то, что там написано. Именно поток фантазии там, конечно, большой. А много чего не пишут. А вот из того, скажем так, как еще готовился, скайп-группу были, ну, я так все-таки понимаю, сей за год тоже во многом помог именно, скажем, может даже не только и не столько проект, сколько и вообще народ, который собрался. А что еще использовал? То есть, книги, материалы какие-то, может какие-то секреты есть, понимаешь, поделишься. Книги, да, книгу у меня много, на полочке стоит, и я в свое время, пару лет назад купил с Амазона гайд к четвертому роудсвичу, то же самое и TCP IP роудинг, TCP IP Volume 2, вот у меня в бумажном варианте, плюс, да, где-то в процессе хватало пару книжек бумажных, но по большому счету да, книги, тот же Cos and to end, который тоже для некоторых людей боль, да, Cos придумал наркоман, ну, в частности, не конкретно весь Cos, а вот эта вот диалогия с корзиной, с токенами, что оттуда достается, это, конечно, такой нетривиальный подход. Ну, стандартно, но обычно не любят Security, Multicast, Quality of Service, сейчас, наверное, PV6, да. Ну, на самом деле, Multicast мне понравился. вообще, если разобраться, если, да, он очень неожиданен, то есть, после классического Unicast background, когда ты начинаешь вступать в Multicast, то нужно перестроить свое мировоззрение, наверное, а, область. Вот, ну, в принципе, там ничего больного нету, по сути, вообще никаких больных тем нету, есть вопрос лишь, разобрался ли ты в этой теме или нет. Если ты не разобрался, то работа с тем же Security для тебя больна. А если ты знаешь с большего, с чем там готовить, надо, то вопрос более уже не стоит. мне кажется, по крайней мере, по курсам еще я заметила, что самые сложные темы, которые похожие терминология, но разный смысл. То есть, в Multicast, если в группе говорят, роутинг назывался не роутингом, а каким-то другим словом, может быть, было бы легче, потому что мозг, он как бы, когда слышит маршрутизация Multicast, он сразу думает про маршрутизацию Unicast, поэтому пока не перестроишься, сложно воспринимать как бы, все наоборот. Да, особенно, что в Multicast немножко поменялась изменена логика статических маршрутов, вообще маршрутов. Более общий маршрут имеет приоритет на более специфическом. Это тоже нюанс, который сразу возникает эмоция. Чё? Что они тут написали? Ты, получается, вот этот год готовился без перерыва и все время в таком режиме три часа рабочий день, выходные часы, там, восемь часов каждый выходной? Практически. Это было вначале, потом я понял, что этот темп выдержать сложно и себе делал просто небольшие перерывы, два раза в неделю я в среду я себе делал не три часа, а час занятия, то даже не занимался вообще никак. Ну и в воскресенье я, ну, вообще, в идеале нужно себе на выходной день полностью освобождать, но в то же время при таком темпе, другой выходной на сто процентов ты не сможешь загрузить с тем, чтобы сидеть и заниматься. Поэтому я себе выходные немножко размазывал, где-то я занимался, потом я шел гулять, отдыхал, там, в баню можно сходить, в ванну принять, полежать, это очень расслабляет и обнуляет тебя. Ну и в среду, в среду вечером я себе железно каждую неделю делал отдых. Потому что, опять же, без подпитки энергии ты долго не протянешь. Да, можно там неделю, две недели, три недели маслать, сильно маслать, но в итоге ты станешь, скажешь, что нет, спасибо, мне такой темп не нужен, я себе не хочу такого. Шестью мне такая не нужна. И буквально после того, как я сдал экзамен и, получается, вернулся, вернулся уже в Польшу на свое рабочее место, у меня было, в конце рабочего дня я был очень уставший. Я не знаю, с чем это связано, но до поездки у меня не было такой усталости. А так, вроде, и спишь себе столько же восемь часов и работаешь так же, а усталость серьезная. Ну, ну, верно, знаешь, как бы цели достиг и теперь все, организм берет свое. Да, 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 компенсация нужна. Вот, поэтому, опять же, также большой совет, не стоит перекакиваться. Вы себе только плохо сделаете, если будете наслать без заботы о своем здоровье. да, ну, вполне, вот я почему удивляюсь, что ты сказал такой режим. Было интересно, сколько можно выжить в таком режиме. Недолго. Как я уже говорил, я вошел в режим вот за две недели и когда сидишь клавиатурой и набиваешь конфигу, у тебя руки потом болят, у тебя мозоли на пальцах, на руках везде. Плюс, когда просыпаешься на следующий день утром, у тебя болит голова, а ночью у тебя трамблшут был в голове, то это плохой показатель. Не встает этого делать. Хорошо. А как ты, ну, как бы, как для себя вообще мотивацию поддерживал? Все-таки целый год, ну, без перерыва практически надо заниматься. Мотивация, ну, да, на самом деле тоже нужно найти для себя цель. Я, как бы, это не не случало, я себе захотел, чтобы мой ребенок, мой сын, моего ребенка не было такого детства, как у меня. И по большому счету, когда мы учимся, когда мы растем, становимся более профессиональными, нам и дается больше денег, больше ответственности. Вот. И я не хотел, чтобы чтобы мой ребенок повторял мою же судьбу. когда приходилось из низов выбираться, чтобы чего-нибудь ну, и плюс, опять же, очень большое-большое спасибо моей супруге, которая сейчас продолжает жить в Минске, в то время, как я в Польше, потому что мы поговорили, она меня поняла, что сейчас этап, когда мне нужно было подготовиться к CCIE, когда мне необходимо было очень много времени на подготовку, и она очень мудро согласилась пожить отдельно, слава богу, ей мама помогала. Все мои домашние остались в Беларуси, в Минске, а я занимался с прогоподготовкой. Вот, это также очень большое дало, потому что, когда ты с семьей, и когда ты приходишь с работы, а тебе нужно еще погулять с ребенком, с ним позаниматься, то какая подготовка. Да, в общем, прежде чем сдаваться с АИ, находите хорошую жену. Да, либо не женитесь. Ну, Лима пошел по пути, пока не жениться. Да, это суровое испытание для семьи. Да. Особенно, когда ты не сдаешь еще, живешь вместе с семьей, и они видят, что вот этот период жизни, когда они получали меньше твоего внимания от их живых в одной квартире, этот период также растягивается на неопределенное время, то это тоже очень психологически влияет и на отношения, и на все проехать. Ну да, то есть, типа, как это ты же сказал, что будет уже все, опять же то же самое. Все верно. Да. Ну, не будем, не будем грустно, вот все, давай выпуск, послушай, жене расскажешь, рассказал, какая поддержка. Ну, очень многие, на самом деле, вот, когда читаешь, когда сдали СИАИ, то есть, первым делом об этом пишут. И также, вот, книжки тоже часто читаешь, когда введение, если читать, то часто тоже пишут, спасибо жене. То есть, в принципе, понимаешь, что, ну, человек реально, там, допустим, на полгода, год выпадал, все равно, во много. Все верно. Причем, у нас была такая идея, что, когда я переехал в Польшу, я, по идее, должен был поехать сюда, построиться, и забрать их. И так все к этому шло, но, когда, вот, накануне мы должны были уезжать из Беларуси в Польшу, происходило что-то. Потому что сын заболел, либо, а жена заболела, либо билетов не было никуда. Вот. Мы с женой так пару раз такие события встречали, о том, что нас, вот, не пускают воссоединиться, не знаю, судьба, высшая сила, каждый может называть это как угодно, вот, что это, что не должны мы сейчас воссоединяться, и что мне нужно именно готовиться. Ну, я, на самом деле, очень рад. Что, опять же, если бы это было не так, если бы, если бы моя семья была рядом, прям, в одной квартире, то сдача затянулась бы еще минимум на год, на два. А там, глядишь, и ЦСКА ДНО Экзамен выпустила, Роудси 6.0, к примеру, с новым материалом, с новым блюпринтом, и заново начинать это надо, несмотря на то, что процент 80 того же, но все равно это грустно. Готовишься к одному. Ну, на самом деле, интересно, потому что получается, что у тебя в то же время это было как бы дополнительной мотивацией не забрасывать, потому что, ну, ты не можешь там еще два года готовиться. Конечно. Когда ребенок у тебя спрашивает, папа, когда же ты приедешь, там, или где папа, такой очень интимный разговор, но у меня жена говорит, что ребенок очень часто у своей игрушки спрашивает, где папа. И вот когда вот это слышишь, это прибавляет плюс, не знаю, плюс тысячу к мотивации закончить этот вот, это мучение, чтобы сдать, наконец-то, экзамен и забрать их всех сюда. Да, вопросов больше по мотивации нет. Да. А что для тебя вообще вот в подготовке самое сложное было? С мотивацией мы уже выяснили, проблемы не было. Что самое сложное? Голова самая сложная была. В плане внестить в себя все вот это. Ну, самое сложное, конечно, это начать. Когда вот ты ведешь себе праздный образ жизни, ты ничем не занимаешься, у тебя вот эти голова, в кости нет, и вот этот процесс начинания, он самый сложный. Плюс потом, когда ты втягиваешься в ритм, начинается, возникают вопросы, как же мне это все запомнить? Ну, этот вопрос, решение этого вопроса заключается вот в повторении, 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 повторении. И желательно в миксовании разнообразных топологий, разнообразных фуллскейлов. Когда у тебя голова привыкает к одному, ты начинаешь делать другое, и у тебя голова со скрипом начинает выдавать тебе результат, то вот возникает вопрос головы, что может не хватает где-то чего-то, пару сотен грамм серого вещества. А ты вот такое расписание, какое-то повторение прям себе вел, или ты, грубо говоря, интуитивно смотрел, какие темы надо сейчас повторить? Интуитивно. Ну, я решал фуллскейл, если у меня какой-то возникал вопрос, ну, я старался на самом деле найти, чем больше фуллскейлов, тем лучше, ну, даже можно не фуллскейл, неважно, какие лабы, если я находил что-то, я решал, если в процессе решения у меня возникали вопросы почему-то, то это повод заглянуть. На компенсацию заглянуть в записи, посмотреть, что, как, ну, то есть показатель, да, у тебя не автоматически выдается ответ на твой вопрос в твоей голове. Либо выдается оно с таким, где-то я это видел, да, где-то я это видел, где-то, где-то что-то оно было, значит, это не уверен, иначе ты не на сто процентов это знаешь. Ну да, тут очень, конечно, легко себя обмануть, если захотеть и сказать, ну, типа, это я помню, это... Да, 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 потому что я говорил вначале, ты вроде знаешь, ты вроде помнишь о том, что ты это изучал, у тебя эта галочка есть, но когда ты начинаешь попытаться распутать этот клубок в голове, что к чему ведет, и в итоге застреешь в том, что ты на сто процентов не помнишь, как это настраивается, как это работает, зачем это, то это, конечно, да, повод, опять же, для того, чтобы повторить. Ну, вот про то, что ты говоришь именно про голову, я очень понимаю, потому что знаю этот процесс, что были когда-то периоды, когда я пару месяцев ничего нового не учила, и после этого, ну, вот буквально, как будто бы скрип слышишь, как бы пытаешься новое, пытаешься новое что-то делать, и у тебя там просто скрип в голове, потому что, да, ну, реально, это тренируется, то есть даже если у кого-то такой скрипт скрип поначалу, это не диагноз именно всегда, это просто реально тренируется. Естественно, положение дел. Да. Ну, просто я часто тоже встречаюсь с этим на курсах, что люди работают в своей области там по пять лет, и в принципе ничего нового не учат, да, допустим, приходит новая технология в компанию, и всем говорят, вот идите на курс и учитесь, и, конечно, у них скрип, потому что они просто вообще не представляют, как это все учить, а тем более, когда тебе пять дней по восемь часов выливают это в голову, то есть там просто такое сопротивление мозга, что... Да, смотришь в глаза, а в глазах белое. Это просто надо понять, что как бы это не там, ну, не ты глупый, что ты не можешь это сейчас понять, а это просто, ну, это надо только тренироваться реально. И это вот, когда-то я понимала эту тему, я тоже помню, где-то в фейсбуке, по-моему, и кто-то писал, типа, ну, это или умеешь, или нет, вот как бы нет, это только практика, это можно разучиться за месяц и опять будет все скрипеть. Да, да, в общем, по сути, человек настолько гибкое существо, что он может научиться всему. Да, ему может понадобиться просто больше времени, чем если, допустим, ты с утра, с детства занимаешься чем-то одним, и ты занимаешься, и тебе там 30 лет, а ты прям спец, то у другого тоже может, другой тоже может стать специалистом, даже если он не с детства этим занимался. Просто ему надо больше времени. То есть, человеческий мозг очень гибок. Ну, вот очень с этим согласна. Я, в частности, один подкаст слушала, вот женщине было 75 лет, она три высших технических образования, и она разговаривает, ну, ты просто по речи никогда даже не скажешь, что человеку больше 30, настолько живой, настолько там, и она вот там ходит по конференциям, программистам, там всякие еще, рассказывает про мозг, про работу мозга, и это она сама, просто? Да, да, да. То есть, понимаешь, что это, ну, все, как бы, все это сказки, про то, что вот, типа, возраст, я же не могу учиться. Это все bullshit. Ну, как-то да, так. А когда ты начал fullscale лабы делать? Просто у меня такое ощущение, что ты их довольно рано начал делать. Я fullscale начал делать через пару недель после того, как я сдал Rhythm, сдал я Rhythm 6 декабря, ну, там, само собой, Новый год, и так далее, и тому подобное, но начал я fullscale где-то в январе, вот, и причем делал их я, ну, ну, я не заказывал себе не буквал время лабы на ближайшее время после сдачи Rhythm, я просто ждал, потому что у меня организация моя обещала оплатиться. Ну, и я ждал положительного решения, ждал, 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 мне наконец это все доело, потом я сдал. Но вот в течение вот этого всего периода я делал много-много всего. Много-много всего. То есть это затянулось сейчас май месяц, ну, где-то месяц 4 я это делал. Не, ну, если с января, да, что больше 4 месяцев. А сколько делал, меня всегда интересует этот вопрос, сколько делал первую Full Scale Lab по времени? Долго, 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 долго. Причем, опять же, фактор того, что конфигурацию на зубок не знаешь, нужно обращаться к каждому устройству отдельно. Я потом уже стал более грамотный, решил, что надо вклад, надо в нем все конфигурировать, первая Full Scale у меня занял, ну, неделю делал. Ну, это на самом деле просто, правда, как сказать, определенная поддержка людям, потому что, когда ты первый раз делаешь Full Scale Lab несколько дней, ты думаешь, о боже, какой сисяи, я же просто как я это за 8 часов сделаю. да, 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 да. Что это, в принципе, естественно, конечно, ты тратишь на это гораздо больше времени, потому что у тебя навыков еще не было, не наработал. Где-то скорость, где-то темп, где-то там какие-то зависимости не увидел при конфигурации. Это естественный процесс. Только при повторении, при повторении и повторении можно чего-то достичь. И упорство, конечно же. А у тебя были какие-то, ну, такие промежуточные цели, кроме Ритена, чтобы как-то, скажем так, все-таки, когда учишься 5 месяцев, ну, как-то хочется что-то промежуточное пощупать, что вот я уже там лучше знаю. Ты знаешь, вот этот вот процесс мне очень помогал в моей работе. То есть, когда, ну, вообще я работаю в группе, которая предоставляет услуги вида Infrastructure as a Service. То есть, мы заведуем набором, большим набором оборудования, в котором и МПЛС есть, и куча файеров, и не только цисковских моментов, и когда тебе приходит задание, там, разрешить трафик из точки А в точку Б, ты знаешь только вот Source и Destination, и тебе нужно найти весь путь, по которому оно пройдет. Это и ПЛС, опять же, это и морфетизация, и где-то свитчинг. Вот, вот эти вот наработанные знания, они очень сильно помогают. Вот, и когда начинаешь уже и вопросы более грамотно формулировать, потому что ты в курсе, как оно работает, и начинаешь задавать, а тут непонятно, тут нужны лолди, покажите, пожалуйста. Совсем непонятно, как оно должно работать. Ты вроде как путь прошел, трафик флоу, да, но для удостоверения ты еще что-то хочешь наверх. В общем, надо еще, знаешь, такие рекомендации, где лучше работать с ССИИ. Да, нужно сменить работу, на аутсорсинг. Там всегда много чего интересного. И там всегда можно применить свои знания. Ну, в принципе, да, потому что тебе, наверное, не приходят задачи тривиальные, да, больше какие-то посложнее. Да, да, да. А ты не знаешь примерно там просто по количеству, допустим, сколько ты примерно прорешал full scale up? Ну, скажем так, сколько разных, допустим, в целом примерно, и сколько в сумме, потому что, понятно, несколько раз некоторые решал. Ну, порядок, там, не знаю, 10, 20, 50. Ну, не 50 точно, ну, 20, 25, где-то вот столько. Это в сумме с повторениями? Нет, это разнообразных. То есть там, ну, конечно, я сюда приплюсовал и troubleshoot, и full scale. У меня в Еве и в NG есть, ну, я группирую, грубо говоря, группировал конфига и troubleshoot, и там достаточно много всего. Приходилось находить, и конвертировать, грубо говоря, из топологии из GNS3 в IFNG и конфигурацию также приходилось менять. То есть это, кстати, тоже дополнительно помогает, вот, навык определенно нарабатываешь, ну, то есть помощь, не помощь, а скилл определенный. Ну, достаточно много всего. А ты примерно там пару раз каждую футскейл решила больше? раза 3-4. Опять же, для того, чтобы и руки набить, чтобы примерно понять, что чем связывается. Зависимость использования технологии А, Б и Ц работают. А вот, ну, вот часто на самом деле спрашивают, и как, допустим, понять, до какого уровня надо знать теорию, да, то есть где останавливаться, то есть если с лабами, допустим, можно ориентироваться на фуллскейл лабы, да, то вот с теорией как тоже, скажем так, по фуллскейл лабам ориентироваться, когда хватит уже? Хватит никогда не будет. Не, ну, в контексте экзамена. В контексте экзамена я себя останавливал подожди, на какого экзамена? В ритм или лабы? Ну, скорее лабы, да, просто как бы я понимаю, что на лабе вроде как только практика нужна, да, но в то же время люди все равно часто заранее учат теорию, да, долго, потом, допустим, начинают там уже фуллскейл лабами нарабатывать практику, да, то есть, скажем так, маленькие лабы относим плюс-минус там, там, в теорию, то есть, просто часто ты там, ну, читаешь условно, там, роутинг DCP IP, непонятно, мне вот надо знать все эти приколы у SPF, да, или как бы хватит, да? Вопрос хороший, до какого уровня нужно что-то наверное, до того уровня, пока ты не сможешь настроить новую неизвестную фуллскейл лабу без заглядывания куда-либо. Все опять же, все познается в сравнении. То есть, естественно, если ты берешь хенпью, топологию на CCI, то тебе явно достаточно. Но если ты нашел там топологию, которая для CCI, и она не маленькая, и тебе, в принципе, ты решаешь ее без заглядывания куда-либо, то есть, там нету каких-то экзотических легоси-протоколов, фрейм-рилей и так далее, ну, это не учил в процессе подготовки, то и ты это решаешь, наверное, этого достаточно. Ну, просто да, как-то часто его спрашивают, в принципе, понятно, по крайней мере, побольше по full scale. А у тебя есть страдания по поводу Ритена, а то все на него жаловались? Как тебе он поощущениям был? Не будем вспоминать убогого. Ну, сдал и сдал, давно было, мне не понравилось, мне понравился экспириенс этот. Я надеюсь, чай-комитет что-то сделает с этим набором заданий. И это будет немножко более релевантно к тому, что требуют. Ну, пока что, пока что не было, по-моему, никого, кого не понравилось. Ну, по той простой причине, потому что все сдают сейчас RS 5.0 либо 5.1. Поэтому там, в принципе, ничего пока не поменялось. Сейчас, если смотреть, ты скажешь, кажется, SP собирается менять, или они меняют его, или собираются менять, но это в контексте лабы. Может, то же самое будет и с Росвичом. А вот, кроме набора в блокноте, назовем это так, какие-то вот навыки есть такие, которые, скажем так, можно в подготовке отработать? Не знаю, там, стрессоустойчивость. То есть, что... Стрессоустойчивость, да. Как ее отрабатывать, ты понимаешь? Ну, серьезно, то есть, может, какие-то там, да, есть еще вещи, что ты вот сейчас в перспективе видишь, да, что вот эти навыки, да, они, как бы там, скажем так, сами образовались или нет, но были полезны именно для экзамена. Вот какие? Я скажу, что стрессоустойчивость к экзамену ты не подготовишься. Потому что всегда, когда ты считаешь, что ты готов, и ты приходишь к лабе, и ты понимаешь, что сейчас это реальная лаба, а не какие-то там, знаешь, синтетические тесты у себя дома, то ты никогда не подготовишься. Только, ладно, да, можно подготовиться, сдав там 20 лаб. тогда ты уже будешь более-менее спокоен, ты знаешь, что тут есть, и ты уже не раз с этим опытом сталкивался. Когда ты сидишь дома и в уютном помещении делаешь фуллскейл, и ты спокоен, то это нечем не делать. Да, это убирает небольшой градус, но основную процентов 70 ты все равно получишь на самой лабе. А к тому, что подготовить, как подготовить, ну, я на самом деле не знаю. Для каждого это очень личностно, но блокнот, опять же, зависимость технологии, какая технология с какой используется обычно, и какие для этого используются типичные настройки. Ну, тебя пока, конечно, рано еще спрашивать про, как на тебя всей, на жизнь повлияло, потому что еще неделя прошла. Надо потом отдельно спросить, что в итоге из этого получилось. Ну, потому что интересно, потому что, ну, как бы все по разным причинам сдают. Кто-то для поиска работы, кто-то там куда-то уехать. Интересно, как повлияет. Ну, это уже в ожидании, что же мой работодатель скажет по этому поводу. Может, он и не скажет ничего. А ты вообще на работе еще не был после сдачи? Был, был, да, был и сказал своему руководителю, причем я пришел к нему в кабинет, говорю, мол, так и так, сдал, он так и поздравил меня и задает вопрос, а к чему ты мне это говоришь? Он ожидал, что... И в этот момент понимаешь, что да. Да. Он понимает, что он ожидал, наверное, что вот, я, мол, сдал CCA и я ухожу наверно, он такое ожидал, но... Нет, может, он ожидал, что дальше ты скажешь, типа, пора повышать зарплату? Ну да, 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 да. А какие вообще у тебя, как бы, есть какие-то уже планы, что ты сейчас будешь делать? Уже неделька прошла, чуть-чуть отошел, что будешь делать дальше, что изучать? Для начала я хочу закончить со своим дипломом. Я сейчас на шестом курсе второго высшего и пишу диплом, и он тоже со скрипом идет, потому что ты техническая или уже какой-то менеджмент? техническая, техническая. Я по первому образованию просто преподаватель, а преподавателю плохо быть девиком, поэтому корочка нужна. Вот. Для начала я хочу закончить диплом, благо мне тут немножко осталось еще дозначу его. Вот. Ну, а потом СП, СПО. Считаю про дата-центры. может быть, снова вернусь к секьюрити, хотя не за предыдущие два года, когда я работал на предыдущей организации, за эти два года поверхность надоела. Еще один СССР и хочешь сдавать? Может быть. Может быть. Но это нужно смотреть на, опять же, отношение жены к этому ко всему. Согласится ли она снова пожертвовать годом? Ну, это да, это надо подождать. Да, ну, на самом деле, для того, чтобы понимать, хочу ли я СССР сдавать, нужно понимать, что я за этот получил. От от продателя, от жизни. Само собой, сдавать СССР ради того, чтобы просто сдать, ну, не знаю, мне кажется, плохая идея. Нужно примерно видеть результат, чего ты добился, получил. Ну, ты имеешь в виду, что, грубо говоря, одно дело там условно учиться до уровня СССР самостоятельно, да, это можно только для себя, а если уже сдаешь экзамен, то, наверное, это не только просто для уровня знаний. Да, ты хочешь также, вообще СССР, задача СССР это заявка. Заявка на то, что ты смог этого достигнуть, и ты хочешь что-то за это получить. Ну, иначе зачем сдавать СССР? Ну, грубо говоря, заявка на то, что ты вообще-то там чего-то большего стоишь, чего-то больше стоишь. Да, все верно. и если твой работодатель это продолжает игнорировать, и ты меняешь работу, но все равно ты по большому счету за это СССР ничего не получаешь, то это такой немножко немотивирующий фактор. А зачем мне тогда еще другой СССР, если по крайней мере ты ничем не обязан за это? Ничем, да. Я когда моя организация сказала, что оплатят, они там, конечно же, сказали, что тебе придется подписать контракт, но, мол, каждый месяц, а, контракт на два года, но, мол, каждый месяц стоимость, которую ты должен будешь вернуть, если ты вдруг хочешь уйти, она будет пропорционально уменьшаться. То есть это тоже тот фактор, который можно считать некоторой добавкой к зарплате. То есть так у тебя 1600, которое ты заплатил, 2600, которое ты заплатил за экзамен, за перелет, за отель и так далее, а так эти 2600 у тебя остаются уезжать на полочке, но за тебя заплатила организация, и ты просто каждый месяц эту сумму уменьшаешь, она уменьшается. Тоже можно рассматривать как повышение зарплате. Ну, в принципе, да, вариант. Ну, по крайней мере, да, если ты увольняешься через год, то ты уже должен выплатить не полную стоимость. Нет, это еще нормально, в принципе. Ну, ты знаешь, наверное, у меня в целом все вопросы, вот как бы хотелось как-то так, во-первых, может быть, у тебя есть какие-то вещи еще, которые ты хотела сказать. И вот под конец, ну, если в том числе эти вещи подойдут под эту тему, что как-то так под конец сдать какие-то рекомендации, так, чтобы вот под конец послушать и сразу пойти готовиться к СССР. рекомендации. Ну, рекомендации, пожелания, то есть подытожить, скажем так, свое мнение и вообще что ты считаешь, да, важно, нужно и так далее. Ну, безусловно, сдавать СССР нужно в том случае, если тебе это действительно нужно, видишь, что это тебе принесет какую-то пользу, потому что иначе тратить год жизни непонятно на что, тивик, либо занимаешься другими вопросами, то тебе этого не нужно, либо тебе достаточно уровня знаний сисенки. Вот. Тебе нужна мотивация серьезная для того, чтобы готовиться, поддерживать себя на плаву. Также нужно понимать, что нужно составить график, как ты готовишься год маслать, делать себе небольшие поблажки, покупать что-то, делать себе отдых запланированный раз в неделю, раз в две недели, неважно, обнуляться. Практиковаться в решении фуллскейлов, постепенно уменьшая время, которое ты затрачиваешь на решение. Вот. Наверное, по сути, все. Ну и читать, читать, читать. Потому что видео от ID или Expert оно даст также чувство ложной уверенности, что ты знаешь технологию. Хорошо, ты когда посмотрел видео, залез в лабораторную, начал ее ковырять и встретил неизвестные вопросы. И также это послужило причиной для того, чтобы посмотреть в книжках, в онлайн-документации, почему произошла эта ситуация. Либо даже можно пойти по пути немножко более длинному, никуда не залазить, а пытаться в голове построить, почему это произошло. пытаться в голове себе нарисовать два маршрутизатора грубо, данные от одного не идут к другому. Это очень помогает внезапному озарению. У меня такая же проблема была с мультикастом. Я решил идти по легкому пути, не читать ничего. Я просто пошел гулять и когда осознал причину, почему это не работает, почему как оно должно работать, это, конечно, клево. И потом уже залез в документацию и посмотрел, что действительно это так. Это радует. Радует, потому что ты, грубо говоря, без какой-то дополнительной помощи понял. Вот. Устойчивость, да, устойчивость, стрессоустойчивость и спокойствие к тому, что тебе выдается на экзамен. То есть, само собой, если увидеть конфигурацию, просчитать все задания, то можно немножко панику схватить и выпасть из течения на 10, 20 минут. А эти 10, 15, 20 минут могут быть тебе очень важны. Проверки чего-то когда ты сделал конфигу, и тебе нужно проверить, что те аутпуты, которые в заданиях, они соответствуют тому, что есть у тебя сейчас. Вот эти 20 минут как раз-таки могут пойти на это все. Проверку. Ну и да, собственно, также нужна поддержка близких, окружающих. Без этого тоже. Все мы люди социальные, лично социальные. Ну вот из-за того, что ты говорил, я так добавила бы из твоих слов, что еще нужно вам какое-то комьюнити, помимо, близких, потому что, ну как бы хотя ты вот говорил, что время тратилось там много на эти там скайп-группы, допустим, ну я думаю и начаться сей за год и много давала. Конечно, очень много давала и когда считаешь и когда понимаешь, что ты просто не посмотрел на эту технологию под другим углом, а кто-то посмотрел и видел нюанс определенный, ты этот нюанс тоже видишь и ты тоже немножко въезжаешь уже дополнительно. Да, вот уровень покрытия технологии тоже немножко увеличивается. помините очень тоже очень много решают. Ну что? Все, ты закончился? Да. Все, отлично. Спасибо тебе большое. Да не за что. Сразу, только сдал уже сразу захватили. Да, ну, железо пока горячо. Да. Все, тогда тебе спасибо большое для новых встреч. спасибо проекту также, проект также очень много мне принес и в контексте решения и в контексте того, что я был некоторое время экспертом, тоже дал некоторый experience в околоорганизаторской работе. И тоже это работа под давлением, когда грубо говоря осталось времени недовыкладывания лабы час, а Эмиль только дает лабу и нужно проверить, да, что слабо все нормально и что задание правильно сформулировано и действительно в конфиге то, что от тебя в задании хотят, то это работа уровня стресса. То есть ты так отрабатывал стрессовые ситуации, готовился. Да, тоже очень неплохо было. Эмиль, тебе привет. Спасибо. Эмиль, привет. Спасибо большое. Ну там, я надеюсь, ты видел, да, LinkMeup, по крайней мере, вконтакте, поздравлял тебя со сдачей. А, да? Не видел. Много тебе кинуть. Мне кажется, они, по-моему, в телеграме так и не написали, хотя вроде собирались, а вот вконтакте написали. На Наташин курс по питону. А, да, есть. 24 мая. И тут же минута рекламы, да. Да, да, где-то там было. Я вот не нашла типа вконтакте, чтобы тебя где-то там отметить. А я там под фейком сижу. Ну что, спасибо тебе большое, что пришел. Да, вам спасибо, что пригласили. До новых встреч. Да, до новых. До свидания. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok